Вот уже пять десятилетий Колумбия находится в состоянии войны с марксистскими постанцами. Каждый раз неизвестно, где в любой момент могут вспыхнуть бои. Но это не останавливает бесстрашного посланника мира. В течение многих лет Рассел Стендл доставляет христианскую литературу партизанам, членам вооруженных формирований и солдатам правительственных войск. Мы пробираемся в такие места, где невозможно построить церковное здание или проводить регулярное богослужение. Там невозможно даже проводить обычную миссионерскую или евангельскую работу. Мы сбрасываем радиоприемники на парашютах в партизанские лагеря. Распространяем их как среди солдат, так и среди военизированных формирований. По мнению Стендла, более ста тысяч участников боевых действий стали последователями Иисуса. А в конфликте скоро может наступить переломный момент. Желающим продолжать насилие приходится нелегко, потому что уже достаточно много христиан, которые являются действительно солью и светом. Раньше здесь была черная дыра в духовном смысле. Но теперь в большинстве регионов есть по крайней мере 10% христиан. Христиане, представляющие коренные народы, также распространяют Евангелие. Альваро Дагуа из племени Гуампиана управляет двумя христианскими радиостанциями. Если вы отправитесь в девственные джунгли и будете три дня идти пешком, то набредете на племя Агуа, которое еще не коснулось цивилизации. Мы хотим и туда добраться с нашей радиостанцией со Словом Божьим, чтобы племя Агуа могло обитать в Царстве Небесном. Тем временем правительственные переговорщики встречаются с лидерами партизан Фарк в Гаване. И растет надежда на то, что уже в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение, которое положит конец 50-летнему насилию в Колумбии. Но независимо от результата переговоров, радиопередача и литература несут мир в конфликтные зоны страны, изменяя жизни многих людей. Субтитры создавал DimaTorzok